Это программа «Особое мнение» в студии Марина Максимова. Я приветствую наших слушателей и телезрителей. А свое особое мнение сегодня высказывает главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков. Здравствуйте. Добрый вечер. Я могу добавить, наверное, главный редактор «Независимой газеты», а теперь через запятую пойдет еще вторая должность, да? Начальник избирательного штаба Сергея Собянина. Расскажите, как неожиданное было предложение? Ну, во-первых, должность еще есть генеральный директор «Независимой газеты» и стопроцентный владелец ее, член-то директоров, члены моей семьи, председатель моя жена Елена, я и трое детей – Максим, Коля и Ваня. Это просто к вопросу об уровне частности этого бизнеса. Потому что я так понял после сообщения о том, что к Собянину я пойду в штаб, я принял предложение к Собянину. Очень многие взволновались, а как же «Независимая газета», какая же она теперь «Независимая». Вот как бы забывая, что это бренд, с одной стороны. С другой стороны, конечно же, Собянин мне предложил возглавить его штаб. Совсем не потому, что я главный редактор газеты, а потому что мы пять лет взаимодействовали достаточно плотно с ним в общественной палате, где последние три года я председатель общественной палаты. И я очень много за эти годы общался с разными людьми, разными славями москвичей по острым темам. Модернизация здравоохранения, какие-то пикеты и протесты людей при реорганизации медицинских учреждений, реорганизация роддомов и женских консультаций, работа скорой помощи. В прошлом году это незабываемая история с реновацией. Тоже приходилось все самые яростно артистующие группы приглашать на площадку общественной палаты и выяснять позиции, как-то пытаться сблизить их, объяснять, в чем смысл, дать возможность сторонам объяснять друг другу, в чем смысл их озабоченности. Потом сложные законы, как ПЗЗ, например, по землепользованию в Москве и застройке. Очень тяжелая вещь. Я думаю, что все-таки он наблюдает людей и видит, что я с людьми, в общем-то, не боюсь и люблю общаться. Я думаю, это была главная причина. Я еще думаю, что это главный мотив, потому что он объявил о том, что он идет самовыдвиженцем. Это тоже имеет политический смысл. Если бы он шел, скажем, от Единой России, ему не надо было бы собирать никаких подписей, и он бы проводил какую-то линию. Раз он пошел самовыдвиженцем, стала быть главной его цель, это быть все-таки мэром всех москвичей, не обязательно тех, кто поддерживает эту партию. И в этом смысле руководитель штаба, в моем лице, который был представителем общественной палаты, выглядит более логично, потому что количество общественных организаций, которые входят либо напрямую, либо обосреданно в эту общественную палату, оно огромное. Оно объединяет такое количество людей с разными интересами и намного более представительное, на мой взгляд, чем, допустим, Мосгордума, где все-таки более поделены вот это единороссы, вот это коммунисты, вот это кто-то еще. Поэтому в этом смысле, я думаю, вот это главный мотив, что Собянин хочет провести компанию в интересах москвичей, независимо от их политических пристрастий. Это первое. Второе. Было ли неожиданно? Да, вот конкретное предложение Собянина, оно было неожиданным, но в целом, как бы у меня очень много предложений бывает, если честно сказать, я в месяц получаю 3-4 предложения от очень серьезных там компаний, бизнесов, бросить газетку, говорят, продай ее и приходи к нам руководить, потому что это продолжается в течение многих лет, пока я кайфую, занимаясь газетой. Вот все говорят, что нужно заниматься каким-то большим масштабным делом, и я привык, потому что позиции, которые мне достаточно регулярно предлагают, они очень высокие, ответственные, и бизнес очень серьезные. Поэтому, в принципе, ну, я знаю, что при моем образе жизни и поддержании хорошей умственной и физической формы я могу руководить достаточно сложными проектами. Но вот конкретно программ руководить избирательной компанией Собянина это новый вызов, достаточно, на мой взгляд, интересный. А раздумывали, скажите? Или приняли решение сразу же? Ну, у нас разговор был сначала, поэтому, в принципе, я по разговору тоже понимаю, что к чему. Я должен сказать следующее, что абсолютно откровенно, и вот радиослушатели, зрители, там, YouTube-канала должны знать, я с уважением отношусь к типу личности Собянина, вот тип немногословный, деловой и очень работящий, и к самой личности. Вот такой тип личности у меня называется Шукшинский тип личности, там, кожаную куртку надел и пошел работать. Вот. А конкретная личность это вот он. Я давно о нем узнал, еще когда с ним и взаимодействовал, у меня Герман Греф, у нас хорошее отношение, и он такой, человек любит, чтобы все читали, там, что-то узнавали, и он присылает всякие не то книги, не то доклады. И вот много лет назад он присылает мне доклад по Корее. Хорошая такая, толстая, страница 850. Вещь, стратегия развития Кореи по всем направлениям. Как трансформировать экономику, как сделать уклады конкурентоспособными. Ну, я там читаю, потом, что-то мы с ним встретились, обсуждаем какие-то особенности, таким образом, чьи более вот эти государственные монополии будут переходить в рыночный сегмент, те вот, если где они доминировали. И он мне неожиданно говорит, ты представляешь, я всем членам правительства разослал, через неделю у них по четвергам заседания правительства подходит Собянин к нему, который прочитал это и задает уточняющие вопросы. Мне взяли вот этот перевод, ему не понравился, этого доклада, посмотреть регионал. И Герман говорит, я просто поражен. Чувак прочитал все, все это дело с пониманием и задает какие-то конкретные вопросы по этой экономике. Вот тогда я уже обратил внимание. И потом вот, ну, мне приходится общаться. У него достаточно сильная команда. И вице-мэров, руководитель департаментов, я думаю, она сильнейшая в стране. По профессионализму с ней неприятно. Они говорят на современном языке. Вот, общаясь с ними, видя конкретные дела, я для себя сформулировал. Он не трудоголик, я трудоголиков видел в жизни. Он результатоголик. Он никого не отпускает, пока не достигает какого-то результата. Вот эти черты мне нравятся, потому что, чтобы такую глыбу, как Москва, после Лужкова сдвинуть в другом направлении, чем она развивалась, когда у нас все забыли уже, наверное, да, что, там, не знаю, речной порт, авторынок, там, мы его курировали. Выходцы одной Кавказской республики, и горные дома, выходцы другой, торговые точки, в которых собирается кэш, третий, такая вот была линия с колоссальным количеством стейкхолдеров и заинтересованных лиц. И вот перехват этой власти прошел, мне кажется, достаточно гладко, тихо. Самое главное, за эти годы не слышал ни одного плохого слова в адрес Лужкова у Собянина. Это тоже, говорит, о типе личности. Вот те люди, которые, молотить языком, и оскорбляют направо или налево своих оппонентов, мне не нравятся. С ними не симпатично жить, с ними неуютно жить, потому что у них слова на языке очень близко оскорбительного свойства. До проверки, до всего, не стыдно говорить. А он нет, хотя столкнулся наверняка с огромным количеством проблем, но воздержался от этого. Это тоже, говорит, тип личности. Таким образом, вот это то, что на результатах голик, методы, которые, ведь последние 4 года из 5 его, вот этого срока мэрского, мы попали под санкции, ввели антисанкции, реальные доходы населения, падали 4 года подряд, и экономика, прямо скажем, не развивалась. А в Москве такие фантастические перемены. Почему? Потому что в этих условиях он взял и изменил методы экономики в сторону концентрации ресурсов по каким-то направлениям. Но поскольку мы в общественной палате достаточно подробный бюджет там рассматриваем, потому что требуется наше заключение, и мне приходилось на всех слушаниях быть там программ развития, я вижу, там 13 программ, на них 94% всех расходов. А всего в структуре бюджетных расходов в Москве 25%, но чуть больше четверть, это инвестиционные расходы. А на федеральном уровне в структуре расходов бюджета 5% инвестиционные расходы. И вот даже сам вот этот факт, что ты концентрируешься на вот этих расходах с тем, чтобы были перемены одновременно, это очень сложно, потому что не хватает кадров, не хватает качества. Это же наши люди работают в конце концов, да, и их вытаскивают в новую систему стандартов. А получается, что и здравоохранение должно изменяться, и материальная база его должна измениться, новые больницы должны быть построены, в школах должно быть переоборудовано, дороги должны строиться, развязки, метро большими темпами, городская среда по 70 парков в год вводится. И я думаю, что вот эта адаптация к конкретным условиям, конкретного управленческого инструментария действия, это колоссальный плюс его. Не просто он говорит, вы знаете, нам не дает денег. Вы сами понимаете, ничего не происходит. Вот. И, конечно, вот то, что он еще и результаты голик должен довести до конца, многие вещи, потому что придет, если придет какой-то новый человек, у него, безусловно, будут другие приоритеты. Мне кажется, это очень важно для того, чтобы в нашем городе нам было комфортно жить, и мы вместе входим в новые стандарты. Ведь Собянин создает новые стандарты фактически. Ведь парковка это новые стандарты, которых у нас не было до этого, да? Какие-то еще вещи, это новые стандарты. Это самое сложное, войти в новые стандарты. Хорошо, мы сейчас прервемся и вернемся в студию. В мнении Константина Ремчукова, новые стандарты Сергея Собянина, скажите, у вас какие-то уже продуманы первые шаги в новом статусе? Не, ну, знаете, очень много, много, конечно, работы, потому что нужно организовать работу штаба. Это большая организаторская работа. Нужно найти здание. Вот я сейчас смотрю, какие бизнес-центры могут длиться для самого штаба. Нужны заместители, нужны люди, которые будут какие-то направления курировать, потому что их очень много. Сбор подписей, финансовые вопросы нужно решать. как организовать работу волонтеров. Мне кажется, это очень серьезный вопрос, потому что мне очень хочется, чтобы волонтеры выполняли функцию не только сбора мнения москвичей о тех проблемах, которые у них есть, но и обучали многих жителей, которые не знают, как просто с помощью электронных ресурсов докладывать о тех проблемах, которые есть, чтобы можно было делать. Потом сама стратегия и тактика избирательной кампании. Даже за вот эти дни я получил много сообщений от людей. Кто-то пишет, на Ярославском шоссе нам не нужны никакие развязки, нам нужно метро. А с проспекта Вернадского получил письмо, нам не нужно метро, которое там собирается какое-то кольцо строить, нам нужно другое. То есть, скорее всего, повестка дня в каждом районе отлично, поэтому требуется проанализировать результаты голосования, скажем, на прошлых мэрских, на выборах в Думу, в Мосгордуму, в президентских, с тем, чтобы по районам посмотреть, какие районы, как голосуют, что для них существенно, потому что от этого зависит и стратегия, и тактика избирательной кампании, потому что есть районы, которые всегда за тебя, есть районы, которые всегда против тебя, против власти. Это еще в Советский Фримен идет, я не знаю, Гагаринский район там голосует как хочет всегда, это было еще со времен Войгрии, ну, как после, в конце Советской власти начали, потом в американской политической науке есть понятие такие swing states они называют, это штаты, в нашем случае районы, которые могут поменять точку зрения, если с ними работать, они могут выйти так, они могут сюда, значит, что нужно сделать, чтобы они поменялись, есть районы, которые не поменяются никак, ты можешь сплясать перед ними, ты можешь сказать, потому что я недавно в Штатах купил книгу хорошую по корпоративному репутационному менеджменту, и очень интересная глава была посвящена тому, что они, ну, авторы заявляют, что анализ показал, что во многих случаях перестает действовать аргумент рациональных фактов, которые поддерживают ту или иную позицию, эмоция, просто чистая эмоция, может перевешивать кучу рациональных фактов, то есть, условно говоря, ты говоришь ему, я построил там за эти пять лет 240 километров велосипедных дорожек, вы же хотели на велосипедах ездить, я построил там 220 километров пешеходных дорожек, я построил столько-то парков, я сделал налоговые льготы бизнесом, которые являются креативными, и мы определили, что в этих бизнесах, связанных с информационными технологиями, там, как правило, зарплата в белую, скажем, 60 тысяч, 65 тысяч, если зарплата есть, вот получаешь в бизнес-центре помещение, у тебя льготная арендная плата, ты освобождаешься от уплаты налогов, там какие-то льготные каникулы, да, потому что считается, что если у тебя такая высокая зарплата, то ты все платишь в белую, как правило, в этом, и там выборка происходит, и показывает все правильно, это новые постиндустриальные сегменты переходят в эти многочисленные бизнес-центры, ты можешь все вот это рассказать, тебе скажут, нет, а мне это не нравится, а не знаю, что угодно, может не нравится, вот поэтому это тоже надо думать, вот какая стратегия, это тоже руководитель штаба должен определить, исходя из этого анализа, ее пока не выработано, ну, то есть, я, честно говоря, по-моему, в пятницу вечером получил предложение, сегодня понедельник, и я, конечно, много занимался, но я буду это делать, с одной стороны, с другой стороны, штаб по определению, это, в общем-то, секретная организация, если бы у нас штабы все рассказывали, просто круг задач, поэтому это еще одна из, он такой большой, и так много предстоит работы, что те, кто волнуется, что я как главный редактор начну портить газету, могут не волноваться, я думаю, мои журналисты меня не увидят, я сделаю исполняющим обязанности главным редактором другого человека. Кстати, подожди, я сейчас закончу, я вспомню, потому что я пришел, потому что всем мне нравится название независимой газеты, вот как будто, если бы у меня была задача коммерческий листок, вот там можно было, какая же независимая, вот это независимая. Несколько лет назад, когда подали, в общем, нам объявили предупреждение по закону о СМИ, второе предупреждение, это закрывается СМИ, я зарегистрировал зависимую газету, я ее владелец, главный редактор, генеральный директор, чтобы если газету закроют, на следующий день место независимое вышло зависимое. Называется, найдите 10 отличий, никаких их нет. Название это просто бренд, потому что за газетой скрываюсь я, моя философия, она достаточно известна, моя позиция по многим вопросам достаточно известна, я только на Эхимоскопе лет 10 уже выступаю, пишу много, и моих журналистов, которые реализуют нашу миссию, наше великолепное приложение, НВО, там, я не знаю, НГ Религия, НГ Сценарии, НГ Экслибрис, поэтому эти журналисты делают свое дело, потому что реализуют миссию быть лидером на рынке анализа и интерпретации всех типов информации, поэтому те, кто искренне заботится о том, чтобы газетка не пострадала, будьте спокойны, она не пострадает. Вот, теперь ваш вопрос. Я хотела спросить, а вот Сергей Собянин сам, мы сейчас говорили, да, про тактику, стратегию, которую будете разрабатывать, а Сергей Собянин сам что-то вам высказывал, какие-то пожелания, или там, хотел бы, чтобы это было вот так, а вот это было бы вот так? Нет, пока нет. Я думаю, что мы обо всем этом, вот на завтра с ним встретимся, я думаю, и в праздничный день оно хорошо пойдет, может, грамм по 50 выйти за день России. В неформальной обстановке. В неформальной обстановке и поговорим, потому что более-менее, мне уже, вот, я два дня думал об этом, поэтому у меня складывается уже представление о том, что сделано, какой масштаб именно трансформации, преобразования Москвы, это, в общем-то, позитивное дело, и, мне кажется, должна быть позитивная повестка с видом на будущее, с тем, чтобы 10 сентября, я все-таки, считаю, что шансы у собянина победить достаточно высоки, поэтому, чтобы 10 можно было работать, реализовывать новую программу с новыми приоритетами, с новыми, может быть, акцентами в этой программе и двигаться в сторону. Мне, например, совершенно очевидно, что за последние месяцы резко в самосознание москвичей вошла тема экологии. Это чистый воздух и чистая вода. Это качество топлива, которое используют наши машины. Это само качество этих машин. Мне кажется, это тема, откуда избежать невозможно. Я надеюсь, что к концу мы сформулируем тоже какую-то стратегию, потому что это для такого города, по крайней мере, с той амбицией, что наша столичность конкурирует не с другими городами России, а с лучшими мировыми мегаполисами, столичными регионами. мне кажется, вот эти вещи. Но интенсивное общение с москвичами, я думаю, позволит уточнить именно иерархию приоритетов. А я еще раз повторяю, сами приоритеты москвичей в различных районах могут выглядеть как будто это два разных города. Скажите, в команду набирать, соответственно, будете? Тут вот РБК уже со ссылкой на всякие источники уже говорят там Илья Авербух, певица Валерия, еще что-то. Есть какие-то кандидаты уже? Нет, ну, имеется в виду, наверное, доверенные, ну, что такое команда? Это же доверенные лица, наверное. Нет, ну, желающих много. даже я получил неожиданное гигантское количество от людей, которых я даже не знал, что они следят за этим, чем могу помочь, там, бизнесмены, какие-то рестораторы, мы можем там это создать, то какие-то графисты, вот, поэтому надо спокойно разбираться, чтобы и они пользу приносили, и были убежденными сторонниками того, что надо делать, потому что, когда такое большое давление на людей, оказывается, да, их начинают там шельмовать, вот, очень важна глубокая внутренняя убежденность в том, что ты делаешь, это так, потому что ты не можешь делать по-другому и не хочешь делать по-другому, потому что ты убежден, что Москва станет лучше, если еще один срок Собянин будет мэром, и что это нам повезло, а нам повезло, что у нас есть выборы, и их не отменили, как во многих других городах, все, 10 мэров выбираем в стране, и этим надо дорожить, а во-вторых, что можно выбрать себе человека, чтобы он решал твои задачи в абсолютно спокойном режиме, вот, поэтому посмотрим. А у вас какая-то установка есть, не знаю, в голове, ну, если Сергей Собянин пока еще ничего не говорил, то есть, в прошлый раз, да, сколько было, 51 процент, есть сейчас какая-то, вот, вот, сколько нужно для победы? Ну, моя концепция, по жизни, я считаю, что мы уже, как москвичи, созрели, именно, ну, политические москвичи, созрели до того, что 51 процента достаточно, для того, чтобы был мандат, но для этого нужна конкуренция, поэтому, я и в прошлый раз с вами вы беседовали, я против муниципального фильтра, я считаю, что допуск всех людей, состязательных программ, и не просто программ, а концепции, кто такой мэр, столица, что он должен делать, это одно. Теперь, возвращаемся к прошлым выборам, 13-й год, Собянин не вел кампанию, практически, допустили Навального, он вел очень энергичную кампанию, но выборы 13-го года, все-таки проходили на фоне, 11-го и 12-го, Болотный, Сахарова, и, мне кажется, я убежден, что выборы, выборы мэра Москвы, в 13-м году, для многих москвичей, особенно протестных, имели проекцию, что они голосуют против Путина, против Кремля, и Навальный аккумулировал вот этот протестный голос москвичей, который формировался в 11-м и в 12-м годах. Просто, мне кажется, что не столько Москва была в фокусе, сколько была Москва как площадка для заявления о своей федеральной повестке. Сейчас, мне кажется, есть, конечно, люди, которые заявляют себя кандидатами, которые, безусловно, думают о московских выборах с точки зрения федеральной повестки. Они думают уже о других выборах. Они хотят, может быть, разогнаться на этих мэрских выборах, чтобы их узнали, и следующие выборы в Госдуму, следующие выборы в Мосгордуму, куда-то они уже зарекомендовали себя как политики в глазах своего электората. Есть такие. Но все-таки, мне кажется, за эти пять лет поменялась вещь. Все-таки, многие москвичи, в том числе, которые будут голосовать против Собянина, они будут голосовать не против Путина, в этом контексте, это не федеральная повестка, а будут именно против Собянина, как мэра, потому что им, может, не нравится то, что происходит в Москве, им не нравятся бордюры, им не нравятся тротуары, им не нравятся метро, им не нравятся парки, им не нравится все, что угодно. И вот это, мне кажется, разница между повесткой 2013 и повесткой 2018 года, а отсюда, следовательно, и другие требования к результатам. Поэтому мне хотелось бы, чтобы и побольше людей приняло участие в выборах, поскольку это чисто городская тематика, и чтобы побольше поддержала Собянина, раз я буду отвечать за его кампанию. Хорошо, на этом моменте мы прерваемся. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВА» представляют программу «Особое мнение». Продолжается программа «Особое мнение». Марина Максимова, Константин Ремчуков. Говорим о предстоящих выборах мэра Москвы. Мы заговорили о других кандидатах. Скажите, от кого вы считаете, не знаю, основным соперником Собянина на выборах? Пока не зарегистрировались. Подождем, пока разберутся все демократические кандидаты, кого они все-таки выдвинут. Будут ли какие-то объединенные фигуры. Кто там будет? Ну, как может Яблоко не выдвинуть своего кандидата даже после праймерис? То есть, тот, кто победил на праймерис, отказывается идти, отдает свой голос Митрохину. Потом появляется какая-то Русакова. Потом московская ДНГ, что мы никого не поддерживаем. Ну, что это такое? Здесь сложно, да. Ну, посмотрим. Ну, пусть все решают задачи, хотят они или нет. Потому что, еще раз, я хочу понять. Они хотят московские дела решать? Или они хотят позиционироваться для федеральных проектов своих и использовать Москву как полигон, считая, что Собянина они все равно не победят? Поэтому давайте воспользуемся с тем, чтобы просто узнавание. Ведь для любого политика очень важна фаза узнавания, особенно для новых лиц. Это вообще относится к законам восприятия человека в любых отношениях. Будь то маркетинг экономический, либо политический. Первая фаза тебя должны узнать. Вот если ты никогда не слышал про кроссовки Under Armour, да, то они мимо тебя пройдут. А если ты узнаешь, что Стеф Карри из Golden State подписал большой контракт, лучшая сейчас одежда, лучшие дизайнеры там, то в следующий раз, когда ты видишь Under Armour, ты им можешь заинтересоваться. А так проскачет мимо. Вторая фаза. Снять барьер восприятия. Барьер восприятия между узнаваемым товаром. Плохие кроссовки. У них супинаторы плохие. Они нетехнологичные. Или политик. Краснобай и баламут работать не умеют. Склочник, с кем только не сойдется, обязательно со скандалом выйдет. У нас есть такие люди, которые входят в любые отношения. Обязательно через какое время покидают эти отношения именно со скандалом, с фигой в кармане, с недовольством. Это барьер восприятия. И, наконец, третье. Склонить избрать. Вот подход к выборам людей, которые поборются за пост мэра, я думаю, мы достаточно быстро сможем понимать, какие у них цели и какие задачи они перед собой ставят. Если это просто первая фаза, просто чтобы узнали, что Иван Иванович Иванов появился такой молодой, яркий, с румянными щеками, с лихо взбитым коком, прогрессивный, перспективный. Его просто надо узнать. Может быть, тут даже еще и барьера восприятия не надо будет. А на следующих выборах, когда он пойдет в Госдуму по одномандатному округу, уже скажет, о, это Иван Иванович Иванов с битым коком, с румянцем на щеках. Мы его уже знаем. Уже всю эту фазу можно убрать. И в той избирательной кампании он уже перестанет в своем округе тратить деньги и время на банальное узнавание, а начнет снимать барьеры восприятия. Что он трудолюбивый, креативный, умный, не знаю, какой-то. Поэтому в этом смысле было бы интересно. Я слышал, Антон Красовский заявлялся. Но у него, я так понял, он гегельянец. В концепции феноменологии духа демонстрирует борьбу за признание. У Гегеля весь прогресс человечества строится на борьбе за признание. Вот он сейчас будет, видимо, позиционироваться как открытый гей, который борется за признание своих прав. И тем самым за признание Москвы как современного открытого города, в котором геи имеют право политического самовыражения и так далее. Поэтому вот его позиция мне понятна. Да, она будет меньше всего касаться конкретных дел москвичей, поскольку эта повестка другая. Эта повестка даже... Она даже не федеральная по последствиям, она может быть московская, но она больше этическая, она гражданская позиция. Вот эта борьба за признание. И я смотрел сегодня интервью его... Кому же он дал? Интервью, интервью такому сплетнику. Сайту сплетник. Пять минут пассионарного текста. И он там говорит в терминах «отнять жизнь у кого-то». И это тоже гегелевский термин, потому что Гегель в феноменологии духа говорил, что настоящая личность, человек превращается в личность только тогда, когда он готов отдать свою жизнь в борьбе за признание того, кто он есть. Но при этом, говорит Гегель, как настоящий диалектик, что такое отдать жизнь? Это что-то хочет ее... То есть тебя убить кто хочет? Значит, в этот момент, когда ты готов отдать жизнь, ты готов и убить кого-то в этой борьбе за признание. Поэтому, если Красовский будет реализовывать эту гегельянскую идею на нашей московской почве, то это вот такой фактор. Через 50 лет после того, как у меня много книг по тому, как геи боролись в Нью-Йорке за это, как они боролись за право приходить в какие-то бары, какие были драки там с местными, как-то не хотели хозяева баров пропускать. Это начало 70-х годов. Прямо такое ожесточение такое. Но они прошли этот путь, и уже просто это не тема больше для Америки. Вот Антон хочет, наверное, резисты. Да, это что касается Красовского. А сколько вообще таких будет кандидатов? Кандидаты. Вот слушатели спрашивают. Константин Вадимович, вы как руководитель его избирательной кампании, ну, имеется в виду Сергея Собянина, будете давать ему какие-то рекомендации и советы? Мне кажется, чтобы назвать выборы выборами, нужно зарегистрировать всех, кто сможет собрать количество подписей, требуемых для самовыдвиженцев. Как вы думаете, это возможно? Не знаю, мы же вначале с вами говорили, что Алексей Венедиктов написал письмо. Он предложил совету депутатов муниципальных собраться и решить, сколько они дадут кому голосов, с тем, чтобы всех, кто хочет зарегистрировать. Это письмо Венедиктову. Он может написать письмо Гудкову, Собчак, Яшину и Навальному, чтобы они объединили свои усилия и сделали? Это легко сказать. Там же живые люди со своей позиции, они могут ненавидеть кого-то конкретно. Поэтому предложение хорошее. С точки зрения государственного мышления, оно совершенно правильно, но мне кажется, оно противоречит той практике, когда все люди не хотят это делать. Но я сторонник, и я говорил уже, кстати, мы же беседовали с Собяниным, что я сторонник. Кстати, он никого не боится, никаких конкурентов. Он говорит, пожалуйста. Я говорю, я сторонник. Вы уже обсудили это, да? Ну, я и это обсуждал. У меня есть моральное право, потому что я большую роль играл пять лет назад, в том числе с ним встречался несколько раз, и с другими, чтобы Навального допускали. Потому что тогда я говорил, что тема легитимности, это не тема... Я говорил, что проблемы победы Собянина нет. Есть проблемы легитимности. Легитимность будет, если будет допущен Собянин. Все, ты будешь делать то, что ты хочешь. Поэтому он знает, что у меня это последовательная позиция. И в этот раз она ничем не меняется. Но, еще раз говорю, есть федеральное законодательство, которое регламентирует это, и есть конкретные муниципальные депутаты, которым только кажется, что они уж прям совсем такие подневольные. Не нравится им этот человек, он и не даст этого. Тогда ты должен по разнарядке, ты должен написать список, и так Петров, Иванов, Сидоров. В рамках нашей новой демократии. Для того, чтобы этот слушатель, который написал это письмо, был доволен, вы обязаны дать свой голос Красовскому. Но он не единственный такой слушатель. Нет, нет. А он скажет, а я не буду. Не хочу. Пошел ты в баню. Тут надо смотреть. С людьми надо... Во-первых, надо попросить. Мне кажется, что люди должны просить. Потому что те, которые хотят пойти на выборы, и они не будут просить, а так ручки в бочке будут сказать. Так, ну-ка давайте вы, если вы там что-то хотите, мне кажется, это неправильный будет подход. А вот просить, вступать в переговоры о том, что надо это сделать, и это будет их, то есть депутатов, большое гражданское дело для Москвы. И мы это все будем благодарны. Мы даже вам спасибо скажем. Потому что у нас же никто не любит спасибо говорить. Ты ему что-нибудь сделать? Он скажет, у нас свинья. Разве он мог иначе поступить? То есть, всем хочется с позиции силы действовать. Я советую просто... Переговоры. Переговоры. Перепосредничество вередиктов. Вот так. Ну, раз он письмо написал, пусть ходит теперь с этим письмом, смотрит в глаза всем. Хорошо, давайте мы пока на сегодня тему выборов оставим. Я хотела короткий вопрос задать, но не могу. Меня слушатели в прошлый раз обвинили, что я тему футболу. Давайте вот так. Буквально, вот, блиц. Одну минуту вам даю. Ответ на вопрос. Вы пессимист? У вас есть какой-то позитив в отношении судьбы российской сборной на Мундиале. 10% россиян верят, что выиграли. Вы знаете, до начала чемпионата 10% это хороший, скромный результат. На прошлом чемпионате в Бразилии, после того, как Россия выбыла и с чемпионата не вышла из группы, 8% россиян на вопрос просто нечего. Вера ответили России. Вот это вера. Команда выбыла с чемпионата, а ты веришь, что она станет чемпионом. А сейчас это нормально. Я считаю, что у нас очень слабый тренер тактически не соответствует. То есть, он вообще не понимает тактики современного футбола. Он не в состоянии организовать тех игроков, которые у меня есть. И ни одной игры, которую я смотрел, особенно последние месяцы, не показывали, что у человека есть представление о том, как силу игроков, их энтузиазм, самоотдача, это все есть в сборной. А вот тактика, это как бы вот сила плюс еще что-то. Вот эта тактика конвертирует силу каждого человека в некую новую мощную силу. Вот как Манчестер-Сити атакуют игроки одни и те же в этом сезоне. Но тактика, которую построил Гвардиола, вдруг показывает, что эта тактика разрушает все оборонительные системы. Тут заны бежит, тут заны бежит, тут сзади удар, гол. Вот тактика, как материальная сила, неосмысленна, мне кажется, нашим тренерам. Отсюда только может быть удача. Но мы в России играем, поэтому можно рассчитывать на удачу. Все, про книги. Прочитал две книги сейчас на эти праздники. Я когда-то их, может быть, и анонсировал, приносил, но я просматривал. Очень интересный мировой бестселлер Чингис Хан и рождение современного мира Джека Уэзерфорда. Просто великолепный язык, новые знания. Когда открыли в Монголии все архивы, уже после советской власти, он поехал, изучил, написал книгу. Узнаете массу интересного. Прекрасный перевод. Поразительная книга. Вторая книга, более серьезная. Хайдеггер и черные тетради и Россия. Это сборник статей. Вот Ричард Волин, редактор. Это современные философы анализируют черные тетради Хайдеггера, в которых он демонстрирует свой очень сильный антисемитизм как философскую концепцию, считая, что антологических оснований для евреев быть на земле мало. Мне кажется, эта книга будет интересно прочитать, потому что сама тематика, конфликт, нарастающий между глобализмом и национализмом, он все больше будет возвращаться к тем философским основаниям, которые излагал Хайдегг и которые здесь критикуются, потому что считать, что у людей как бы нет серьезного основания считать их укорененными на этой земле, и тогда они борются за либеральное все снятие границ, какая разница, где мы живем и так далее. И они противостоят тем людям, у которых есть земля, корни, основания и для кого условно говоря родина имеет значение. Поэтому анализ очень хороший. Меня поразило, какое качество аргументов и тема сложная, а очень хорошо написано, очень хорошо переведено. Хайдеггер, черные тетради и Россия. Это было особое мнение Константина Ремчукова.